В скульптуре есть две больших традиции. Античная, вокруг которой вертится все европейское искусство, и никак не может отвертеться. И совсем другая, восточная традиция, которая совершенно иначе решает все проблемы скульптуры. Движения, массы, выразительности. Вообще, по-другому, совершенно. Их нельзя смешать, как воду с маслом. И это первое, наверное, что нужно помнить, когда вы смотрите работу скульптора, в мастерской которого мы сейчас находимся. Серенджаба Балдано. Помните о том, что любая скульптура, которая вас окружает, будь то хоть памятник Ленину, будь то хоть скульптура и пустыги, любая авангардная, футуристическая, она все равно в диалоге с античной традицией. Она ее или переосмысливает по-другому, или разрушает, или как-то оппонирует. Но это все равно исходит от античности. Восточная скульптура, восточная пластика совершенно другая. Когда они соприкасались в историю искусства, получались любопытные, но не жизнеспособные, до мой взгляд, гибриды. То есть на античную традицию восточная влияет так, что она становится тяжеловесным и мрачноватым. На восточную традицию европейская влияет так, что появляется какая-то ненужная суета, какая-то дробность. Так что, конечно, в отдельных случаях это бывает и красиво, и любопытно, но в основном это две большие ветви, эволюционные, так сказать. И поэтому смотреть их нужно с разных точек зрения. Нельзя подходить к этой восточной пластике с оптикой европейской. Тогда вы ничего не поймете. Это первое. Второе, что очень важно, это материал, дерево. Дерево – это самый доступный материал. То есть даже глину, пластилин вы на улице не подберете. Надо пойти в магазин и купить это, годное для скульптуры. Дерево можно просто на улице подобрать, даже в городе. И в этом его коварство и опасность. Потому что дерево часто становится материалом дилетантов. Людей, которые хотят, стараются. Они хотят приблизиться к какому-то идеалу, который просто не достижим в дереве. И делают из него вещи, которые не стоило бы делать из дерева. Нужно было делать из других материалов. А может быть, некоторым людям вообще не стоило бы прикасаться к дереву. И среди художников-резчиков по дереву вы вряд ли найдете человек 10, которые никогда не подпадали под влияние Степана Эрзи. Вот его просто обожают все, по-моему, художники, которые с деревом работают. Но Эрзи – это уникальный случай. Это художник, который работал в эстетике арт-деко. И его произведения настолько просто фантастически совершенные. Они просто звенящие, прекрасные и пустые. И повторять их бессмысленно. Потому что нельзя достичь такого же совершенства. И когда повторяют эти формы, если вы видите картинку, вы сразу поймете, о чем я говорю. Вы это тысячу раз видели. Но Степан Эрзи – это российский скульптор, который долгое время жил в Южной Америке, а потом вернулся. Был еще другой скульптор его современник, который тоже работал с деревом, но иначе. Это Сергей Каненков. Каненков с деревом работал в эстетике народного мастера. То есть он брал дерево и видел то, что дерево хочет ему дать. А не то, что он хочет дерево навязать. Не то, чтобы он в голове держал нику самофракийскую и из дерева пытался что-то такое делать. Совсем по-другому. И поэтому неудивительно, что именно Сергей Каненков, когда увидел первые ранние работы Серенжаба Балдано, сказал ему «Брось все». Серенжаб тогда занимался разными вещами. У него была другая карьера и какие-то, может быть, другие планы на жизнь. Но он начал заниматься скульптурой. Так вот Каненков сказал ему «Брось все, только режь и иди своим путем, как бы тяжело тебе ни было». Потому что он увидел в нем вот этот чистый дар, который ни на кого не оглядывается. И, надо сказать, слова были сказаны очень вовремя, потому что Серенжаб Балдано находился тогда в жизненном и, наверное, творческом тупике. У него была очень сложная ситуация, когда он понимал, что прежний путь его жизни и судьбы закрыт, и новый был еще неясен. И когда большой мастер так поддержал его, он сделал выбор и решил всю свою жизнь посвятить скульптуре. В этот момент за плечами Балдано был весьма своеобразный бэкграунд. При живой матери он жил сиротой, потому что мать была репрессирована, и он жил в доме своей двоюродной сестры. Не в доме, а в юрте, потому что дело происходит в Забайкальских степях. Три его старших брата жили в интернате при школе, и они виделись не каждую неделю. Но чем он занимался? Он пас овец, нянчил детей своей сестры, которые были младше него. Потом он ушел в школу сам. В школе учился и жил в интернате. Потом, когда школа закончилась, он отправился путешествовать на крышах вагонов. Чем он зарабатывал себе на жизнь? Ну, как он сам пишет, он отлично умел играть в карты на деньги, в очко. Он умел танцевать. И солдаты, которые как раз возвращались тогда с фронтов, подкармливали его, давали ему какие-то небольшие деньги. Он изъездил всю страну, от Прибалтики до Алматы, и очутился в какой-то момент и в Москве. Отслужил в армии. И вот после армии он поступил в МГУ на журналистский факультет. Потом он работал в галерее художественной научным сотрудником. И тут у него уже появился опыт какой-то искусствоведческой работы. Потом он стал председателем Союза художников в своей родной Бурятии. И там он открыл для себя свое родное народное искусство. Он ездил по улусам, он видел вот эту народную резьбу. И из камня, и из дерева. Он много видел фондов музейных. И он начал способствовать тому, что возвращались репрессированные деятели культуры Бурятии. И много сделал для современных ему художников, и молодых, и старых мастеров. И был чересчур активен. Мы переехали уже в Улан-Удэ, Черешкова-4, я помню. Это вот мои личные самые лучшие годы были. Папа там развернул деятельность. Его выбрали представитель Союза художников. А там вообще атмосфера была очень неважная. И у него появилось... А вообще папа-то такой принципиальный. Все у него главное это искусство. Он начал писать статьи про художников, которые там хороших были. И он познакомился с фондами, бурятские фонды музеев. Там такие фонды, там это вообще. И у него сразу крышу снесло. Он вообще этим увлекся, стал писать статьи. А в то время, в 60-е годы, может где-то в Москве только начинали это возрождать-то. А Бурятия, да. А Бурятия это еще в это. И там было под запретом, потому что буддийское искусство, не лишь шаманское искусство. И он был первый, который стал все это вытаскивать. И там тоже статьи его, которые он издавал в центральных... Интересно почитать. В центральных его. И в то время же он захотел получить профессиональное искусствоведческое образование. И поступил в Питер на искусствоведовую академику. Завочное? Да, Завочное, да. Вот он, когда познакомился с этими произведениями народного и... Ну, в общем, народного искусства, он был в таком восторге. Он ездил потом... А, он стал возрождать еще буддийских мастеров, эти... Бурятийских мастеров старых. Ездил по всяким улусам, показывал фотографии, которые в музеях. Кстати, он был в Аге в одной семье. И показал ему работы. А там этот... Он сказал, а я вот это делаю, показал Бюст Ленина. Потом со временем оказалось, что это мой будущий тести. Кто там? Свекру, да, это отец. Да. Потому что потом я показала папе фотографию какую-то. Он говорит, а, я их знаю, я в них был. Он пока там разъезжал по улусам, не заметил, что политический климат снова меняется. И вот эта волна интереса к народному, самобытному, необычному, неакадемическому искусству, она затушевалась. И возвращается такое вот академическое, забронзовевшее спокойствие. И все эти его попытки приподнять вот эти буддистские корни или шаманские, какой-то народный вот этот сок, все они были очень неудобны. И он очутился вдруг в таком положении, что вот вчера ему предложили, предлагали быть заместителем министра культуры Бурятской ССР, а сегодня ему уже угрожают репрессиями. И намекают, что, мол, 37-й год вполне может вернуться. И первым, кто пойдет по этапу, будет кто? Серенжа Балдано. В общем, он при союзе художников открыл мастерские, приглашал этих мастеров по чеканке, по всему. Вот он болото это поднял, куча врагов у него, все эти известные, все эти товарищи, которые ополчились на него даже вызывали к Мадагуеву, этому первому секретарю, его, мол, типа, кончай, или ты это, или плохо кончишь. Кстати, вот в те 60-е годы очень много талантливых людей погибали. Там и Дандарон, известный буддийский деятель, вообще его отправили куда-то далеко на север. Многие хорошие художники умирали. Ну, не только художники, писатели, поэты известные. Вообще, буряты очень талантливые люди. Талантливые люди, но... И там в то время очень... Ну, только соцреализм и все. Ну, особенно при союзе художников. Вот. Ну, в общем, папа почувствовал, что все уже, надо обратно в молоту ищать. Мама как раз окончила Институт культуры сибирской, библиотекарем. И он написал Мамбеева, тот опять стал председателем Союза художников. И он сделал направление мамы из института в Алма-Ату в библиотеку Чехова, там, в центральной библиотеке Чехова. И вот в этот момент упадка и травли, он и услышал слова Сергея Конюнкова. После этого он уже ни в чем не сомневался и вместе с семьей переехал в Алма-Ату. Там его ждали трудности, конечно, но и 30 счастливых лет жизни. Почти 30 лет счастливой творческой судьбы. И папа выбил себе мастерскую из заброшенной котельни в Алма-Ате. Там не было ни пола, ни потолка, ничего. И он там все так, что-то немного отремонтил, более-менее, и мы переехали в эту котельну. Вот в котельню он развернулся. Там был двор, все. Он работал прям вообще неистово, что он даже в 69-м году уже делал выставку в Союзе архитекторов. А в какой момент они с Конюнковым там встретились? Это было, когда он еще жил в Москве. Ой, в Лануде. Когда он начал работу. И работы он возил. Он был председателем союз-художников же. И часто были командировки. А он же... В Москву приезжал, да? Да, он часто приезжал в Москву, какие-то съезды. И он же издавал в журналах свои статьи, со всеми знакомился. Тогда он Конюнку и показал, да. В 60-е годы. И коллекционер-то известный. Костаки. Костаки он тогда познакомился. И он переехал... А, и вот в Лануде же исключили союз художников. Там был съезд, его исключили союз художников. Скандал. Переехали в Алмату. И там папа... В Москве его восстановили. В членстве. В Москве-то у него были хорошие связи. Он находил там... Ну, люди там были-то... В общем-то, передовые. Там Халаминский. Его друг был. Я не знаю, продумываю, чем занимался. Он был каким-то очень большим. Он сделал выставку. Союз архитекторов. У него куча там друзей-архитекторов. И он свои работы стал понемножку продавать, чтобы выжить. И в эту мастерскую стали водить все людей, которые приезжали в Алмату. Всех известности. Да. Эти театры приезжали, БТТ, другие. И водили. И в один раз приехал Юрский. Пришел к нам. Ну, он тоже был там. Юрский был с рецептором. И с... Они как раз собирались... Вот только... Не познакомились, у меня был роман с Тиняковой. В то время был. Вот. И... Он выступал по всяким кинотеатрам. Приглашали. А директора, где мама работала, Чехова, Олимпиада Григорьевна, ее перевели в кинотеатр Сыра-Арка. Там, где выступал... Юрский. А она в курсе, что нас выгоняли из мастерской, что там нельзя жить и так далее. В общем, что не жилое помещение, не предназначено для жилья. И когда он... Его спросили, что вас больше всего понравилось в Алмате, он сказал, вот я в Алмату мастерскую скульптура Балдано. И когда после выступления она к нему подошла и сказала, вот я знаю эту семью, у них такое положение, вот, может, вы чем-то поможете им. Их приглашили, когда Кунаеву, Кунаев тоже просил, чтобы... Как сказки. Да. И он сказал, вот, вот здесь такой у вас есть скульптор, очень хороший, очень известный. Неизвестный, а хороший скульптор. Хорошо бы, чтобы вы помогли вы. Они живут в очень плохих условиях, еще их выгоняют оттуда. И буквально через месяц, полтора, мы получили квартиру в микроэвоне. Это тогда? Да, в трехкомнатной квартире. У него мастерской-то папы не было, и он работал в подвальном помещении этого дома. Там, конечно, условия были ужасные. Тогда он стал уже известным в Алмате вообще. И к нему тоже все, и от Сулейменов, и все приходили. В жизни Саранжаба Балдано было немало людей, которые его ненавидели и мешали ему. Но были также люди, которые ему очень помогали и очень ценили его искусство. И кроме Каненкова, важным скульптором и человеком в его судьбе был Лев Ефимович Кербель. Кербель – это корифей советской монументальной скульптуры. Вы все знаете памятник Карлу Марксу напротив Большого театра. Вы все, я думаю, знаете большой памятник Ленину на Октябрьской площади. Это, кстати, последний в нашей стране памятник Ленину, когда уже распался Советский Союз. Он просто вот на границе двух эпох возник. И он говорил, Лев Ефимович Кербель, запомните это имя, бурятский скульптор Саранжаба Балдано из Алма-Аты. Потому что это был по-настоящему большой художник. И вот такой человек, он многим помогал, и мне тоже в свое время помог, за что ему я очень благодарна. Но он ценил не только похожее на свое собственное искусство, он ценил талант. И он видел вот эту другую ветвь, другую традицию, самобытную и мощную. Если он был с ламами, ездил в датсаны, он себя как ощущал? Он был буддистом? Так он нельзя сказать, который читал какие-то мантры, еще что-то там делал. Но я потом прочитал уже позже, что если ты воспринимаешь буддийское искусство, ну, в смысле, через искусство, то ты тоже можешь сейчас буддистом. Я тоже сядю буддистом, потому что мне это очень близко, я вот чисто визуально, и так чувствую хорошо. Но, видимо, у папы тоже это вот такой степень было. Буддист, только не в таком смысле, который мы сейчас делаем, который ходит везде и всякие эти проводят. А когда вы начали рисовать? Вот я... Какой ваш отец сыграл в этом? Вот я, когда кончала в Алма-Ате педагогической, худграф, и на последнем курсе я вообще не думала, если у меня какие-то способности есть, был предмет композиции. Я сказала папе, что мне вот нужен холст. И он купил холст в связи художников, дал мне, и я дома писала его. И он, видимо, увидел. Мне он так ничего не говорил особо. Потом композиция была, прошло, он эту работу отнес в соиск художников на выставку. Я-то никуда, никогда ничего не носила. Папа все время относил мои работы в соиск художников. Если бы он считал, что они не достойны, то есть того, его имени, он бы не носил. Он представлял выставку у моей работы, и хорошо принимали работы, и мне все время постоянно поставил новые холсты. А в конце уже, не отъездом, а перед тем, как я познакомилась со своим мужем, он хотел со мной сделать выставку. его приглашали в Академию, в Новосибирск, в Академию, в городок. Я даже начинала делать каталог выставки, и уже там какой-то текст уже был, я уже фотографии какие-то, а потом мы с папой к этому Москву съездили, я познакомилась случайно с своим мужем этим, Болто. Ира нас познакомила. И, в общем, там завертелась, в общем, у папы пропало, интересно, со мной выставку делать, в общем, я буквально через год вышла замуж, уехала, и на этом кончилась моя. Вы все-таки художник? Кем вы себя считаете? Я себя считаю любительным художником, потому что я работаю так изредка, по желанию. Не как папа, который прямо целестремленный, все время работал, прямо... Вот. Это вообще очень интересный феномен. Большие художники, скульпторы именно, часто бывают интересными писателями, рассказчиками. То есть два совершенно противоположных искусства. Молчаливая скульптура, которая только формой своей говорит, массой, и вроде бы что-то совсем наоборот подговорливые, там, витиеватые. Но вот в Серенжабе Балдано тоже эти два таланта сливались. И его книга показывает, что он был философом. Он мыслил очень широко. Например, он ощущал себя вот в этих разных землях, в Алма-Ате или в Москве, иммигрантом. Несмотря на то, что чувствовал себя там вроде бы как дома, он мог работать, там выставляться, но он чувствовал себя бурятам. Я удивляюсь тому, что уже в те годы, в 70-е, 80-е, да еще в 60-е, когда он работал в Бурятии, в Союзе художников, он чувствовал границу и разницу народного подлинного искусства и насаждаемого, и чувствовал конфликты между ними. И он рассуждает об этом так же ярко, так остро, как это только сейчас начинается. Только сейчас приходит осознание того, что искусство и культура должны быть разными, что нельзя под один каток закатывать разные народы, у которых разные истоки и своя история, своя судьба. И только сейчас последние годы во всем мире начинают ценить народное искусство, локальное, допустим, саамское или инуитское или бурятское, и ценить именно его непохожесть на академическую, вот эту античную, в самом широком смысле, традицию. А сейчас мы находимся в доме и мастерской Саренжаба-Болдано в Москве, и мы приехали сюда специально, чтобы снять этот неповторимый мир художника до того, как скульптуры будут вывезены на выставку в Дарвиновский музей. Об этой выставке прочитайте на нашем сайте, мы надеемся, что вы успеете на нее попасть. Не знаю, получится ли это передать на видео, но здесь ощущается его присутствие. Это удивительное пространство, в котором все скульптуры Болдано гармонично сосуществуют как друг с другом, так и с живописью его дочери, художницы Индиры Болдано, с которой мы и разговаривали сегодня. а сиренжаны Болдано. Где он дерево брал? Ну вот я понимаю, что в Алма-Ате там... Там спиливали вот эти старые карагачи, он еще за день строй там какой-то был, в общем, он оттуда все... Он еще очень крепкий, физический был, он все таскал. Сила у него физическая была вообще непомерная, он даже в конце жизни тягал каждый день гантели, там, какой-то считал, я один раз зашла, вот там, все там, раз, считается, смотрю, он там поднимает гири.